Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирны. Итак, у нас с вами второй прогноз, карта дня на 14 декабря 2022 года. Это у нас среда 14 декабря 2022 года. Мы сначала посмотрим с вами общую, скажем так, характеристику дня, а дальше уже для каждого знака зодиака карта дня в отдельности. Итак, общая карта дня. День спокойный, но вот в этот день вы будете как-то переосмысливать то, что вы имеете. Знаете, как будто бы вы на свое имущество, на какие-то результаты ваши, вы посмотрите по-другому, как-то иначе. И при этом может возникнуть такое впечатление, что на самом деле то, чего вы очень хотели, вы не смогли добиться. Что что-то упустили, что-то пошло не так. Но на самом-то деле, на самом-то деле, это немножко, ну скажем так, не так. То есть вы в этот день не можете правильно оценить какую-то ситуацию. Вы чего-то не видите, есть какая-то информация, которая от вас скрыта. Или вы ее не замечаете, или вам ее, скажем так, не передают, допустим, не открывают. То есть что-то от вас закрыто, временно, временно. И по какому-то поводу вы можете тревожиться. Давайте посмотрим, что будет в позитиве 14 декабря. А в позитиве как раз и может быть то, что вам эту информацию откроют. То есть то, что было закрыто, откроется. Дорога была закрыта, она откроется, вы поедете. Не могли трудоустроиться, получится. Не могли никак встретиться, встреча состоится, к примеру. То есть вот здесь идет однозначная перемена. Так, что в негативе? А в негативе может быть то, что вы не проявляете какое-то терпение. То есть если вы не хотите с чем-то мириться, воспринимать что-то. То есть иногда нужно положиться на судьбу. И просто прийти к выводу, что действительно всему свое время. И если вы будете искусственно ускорять что-либо, то результат в итоге получится нехороший. То есть нужно дать возможность событиям произойти в то время, в которое они должны быть. То, как предписано свыше. И вот тут должно быть у вас понимание вот этого процесса. Того, что вы не можете торопить что-то. Вы не можете торопить время. Вы не можете изменить ход событий. Не все нам подвластно. И если человек приходит к этому пониманию, то есть если он действительно делает такие выводы, то, что было закрыто, ему открывается в итоге. Без его усилий каких-то конкретных. На что следует обратить внимание? 14 декабря. На самочувствие. На то, что вы можете слишком себя накручивать. На то, что у вас могут быть панические какие-то атаки, приступы. Перестаньте себя накручивать. Перестаньте бояться. Что в личных взаимоотношениях? В личных взаимоотношениях все хорошо. Гармония, союз, получение какой-то финансовой помощи, получение зарплаты, допустим. Выгодное вложение денег, покупки хорошие, распределение финансов грамотное. То есть здесь будет в личных взаимоотношениях вы будете в большей степени решать какие-то финансовые вопросы. Но решите вы их успешно. Что в рабочей сфере? В рабочей сфере здесь какая-то тяжесть есть определенная. Что-то, знаете, вы, конечно, преодолели какой-то кризис или преодолеваете какой-то кризис, но он дается вам очень тяжело. То есть вот это, точнее, преодоление дается вам тяжело. У вас колоссальный опыт за плечами. То есть вы уже очень многое прошли. И много всего повидали. Но в то же самое время вы здесь понимаете, что то, что происходит, скажем так, на сегодняшний день, это тоже является для вас колоссальным опытом. То есть вы проходите какой-то определенный урок. И в работе, в ваших делах, вы постараетесь не совершать те ошибки, которые совершали ранее. То есть вы свой опыт здесь уже, свои знания можете применить. Далее. Можно ли давать деньги в долг? 14 декабря. Можно. Можно ли брать деньги в кредит? Можно. И общий совет карт для всех. Я скажу вам так в этой карте. Научитесь крутиться. Научитесь вертеться. Нужно быть гибким. Да, вот здесь нужно постараться. Я понимаю, что не всегда это возможно, не всегда это легко. Но нужно стараться. Не стойте на месте. Двигайтесь, продвигайтесь. Идите по, скажем так, судьбе, по вашей жизни, да, уверенно. Совершайте уверенные какие-то шаги. Но в то же самое время вы должны, скажем так, быть готовы к тому, что необходимо как-то подстраиваться, да, как-то лавировать, допустим, договариваться. То есть вы должны быть коммуникабельны, обыгрывать кого-то, допустим, тоже как вариант. Ну, если коротко, да, это нужно уметь вертеться. Кто не умеет, необходимо научиться. Вот такой совет. Так, послание феи. Свадьба. Феи желают вам большого семейного счастья. Ну, здесь в семье действительно все будет в порядке. Тут какое-то решение хорошее. Вообще здесь плодотворный союз на самом деле. Может быть, вам необходимо действовать сообща с кем-то, как вариант, да. Не пытайтесь все на себе вытянуть, да. Может быть, в вашем окружении есть люди, на которых вы можете положиться, на которых вы вполне можете рассчитывать. И в итоге совместно вы преодолеете какой-то кризис. по крайней мере, преодолеете его как-то легче, чем в одиночку. карта дня для овнов на 14 декабря. Овнов. Овнов. Здесь какие-то тревоги, переживания. Можете плохо себя чувствовать. Может болеть голова, допустим. Или плохой сон мог присниться, к примеру. То есть, здесь ситуации разные. Но в то же самое время вы слишком себя по какому-то поводу накручиваете. Переживаете за что-то. Переживаете за доходы, за работу, за возможности и доходы. Может быть, что-то на работе у вас. И знаете, как будто бы ночью просыпаетесь и думаете, как же быть, как поступить, как решить ту или иную задачу, допустим. То есть, вот у вас мысли такие могут быть. Но нужно себя взять в руки. Тельцы. Карта дня для вас на 14 декабря. Для тельцов шикарный день. Получение какой-то возможности, шанса, письма какого-то, ценные информации, денег. Ну и подарок. Здесь может быть какой-то подарок от дорогого вам человека. Притом, скорее всего, что этот человек может быть младше вас по возрасту, допустим. Но здесь вы получаете что-то ценное от этого человека, мужчины или женщины. Так далее. Близнецы. Карта дня для вас. Для близнецов день спокойный. Отдыхаете, собираетесь силами, восстанавливаетесь, анализируете, что-то думаете, как же вам быть дальше. И в то же самое время мы видим здесь напряженные отношения в паре, да, между мужчиной и женщиной. никто не идёт на компромисс, никто не делает этот первый шаг. Может быть, нужно дать время каждому из вас наподумать, да, то есть может быть действительно не следует здесь предпринимать каких-то поспешных действий, да, какие-то решения принимать. Может быть, нужно дать время для какого-то анализа, для осмысления, чтобы не совершить какую-то ошибку. Львы, карта дня для вас. Ой, раки, 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 карта дня для вас. на 14 декабря. Для раков день такой весьма активный. Можете подписывать какие-то документы, оформлять что-то, посещать достаточно грамотного специалиста, то есть это может быть юрист, это может быть врач, допустим. Заниматься можете вопросами здоровья, но в то же самое время мы видим здесь какую-то пару, которая может оформлять какую-то сделку, допустим, куплю-продажу, то есть что-то вы приобретаете, какая-то гарантия. Может быть, вы будете получать какие-то документы, связанные с гарантией на что-то. И консультироваться можете у кого-то. Знаете, как будто бы вы приобретаете что-то и вам нужна дополнительная консультация, насколько этот, допустим, продукт, товар, насколько он качественный. Вот здесь вам как будто разъяснят что-то, пояснят, и вы вложите, вы удачно вложите во что-то деньги. Львы, карта дня для вас на 14 декабря. Для львов день достаточно такой, стабильный. За что-то вы держитесь, не хотите упускать, о чем-то сожалеете, то есть что-то видно должны отпустить, но не хотите. Держитесь и считайте, что это ваш крест, что это принадлежит вам, и ни с кем вы этим делиться не хотите, не собираетесь. Даже вплоть до упрямства какого-то доходит. Вы, может быть, даже понимаете, что не мешало бы уже что-то отпустить, но вот все равно, может быть, в силу характера, вы не хотите этого делать. Понимать, понимаете, но не хотите этого делать. Вот так. Девы, карта дня для вас. Для дев шикарный день. Маг, все в ваших руках. Вы можете раскрыться в этот день, вы можете проявить свои таланты, способности, и при этом перед вами открывается даже не одна возможность, а несколько, то есть как будто бы вам предоставят возможность попробовать себя в разных ролях каких-то. Вы везде успеете, да, то есть, может быть, вы будете совершать несколько дорог вот в этот день, и при этом, при этом вы получаете какую-то для себя материальную выгоду. Может быть, это будет что-то связанное у вас с работой, допустим. Будете ездить где-то. Так, далее. весы, карта дня для вас на 14 декабря. День спокойный. Отдыхаете, набираете сил, восстанавливаетесь, анализируете, и принимаете решение, какой дорогой дальше идти вам, какой путь выбрать. Может быть, вам здесь сделают несколько предложений, допустим, несколько вариантов перед вами будет, и вот вы определите, что же вам действительно надо, как вам лучше себя повести, что вам выбрать. скорпионы, карта дня для вас на 14 декабря. Для скорпионов хороший день. Здесь уже идут конкретные шаги по плану, то есть вы план уже давным-давно составили, а тут вы переходите к определенным действиям. Все ради любви, все ради семьи, ради ваших родных, то есть вы чем-то загораетесь здесь, у вас есть человек, который вас вдохновляет, и ради которого вы готовы на какие-то конкретные серьезные шаги. Ну, поступки. Стрельцы, карта дня для вас. Для стрельцов прекрасные деньги. Инициатива, да, вы будете проявлять инициативу, будете что-то делать, мастерить, здесь это карта начала какого-то действия. Все, вот знаете, как будто бы была темная полоса, и тут вы ее прогоняете, вы набираете силы, готовы уже к чему-то, вы разбираете с вашими врагами, допустим, недоброжелателями, наводите везде порядок, берете себя в руки и активно действуете. В принципе, вот это все приведет к тому, что в вашей жизни начнется белая полоса, светлая. козерожки, дорогие, смотрим, карта дня для нас на 14 декабря. Для козерожек день будет такой, вы знаете, насыщенный, активный, здесь могут быть какие-то незапланированные дороги, поездки, конфликт, что-то можете отстаивать, и при том очень резко, я бы так сказала, даже грубо, но оно того стоит. После того, как вы дадите волю своим каким-то эмоциям, чувствам, когда вы сможете выговориться, высказаться, встанет солнце, то есть как будто бы все прояснится, вам станет легче, и вы получите желаемый результат. Вы здесь будете защищать свои интересы, и в итоге у вас все получится. Водолеи карта дня для вас. Для водолеев день такой, достаточно, знаете, нелегкий. Башня говорит здесь о том, что будет какой-то прорыв. Во-первых, смотрите, аккуратно с электроприборами, далее, здесь еще что может быть? определенный прорыв к славе, к успеху. То есть если что-то тормозилось, не получалось, здесь наконец-то вы понимаете, что пришло ваше время, и необходимо действовать. Если не сейчас, то уже никогда, да, то есть тут обратного пути нет. Нужно что-то предпринимать, нужно что-то делать. И несмотря на то, что у вас может быть чувство страха какого-то, беспокойства, я думаю, что у вас все получится. Рыбки, карта дня для вас. Для рыбок будет хороший день, активный очень, новости какие-то будете получать, поездки совершать, очень много каких-то сообщений, много информации будет приходить к вам. Но вы знаете, не всю информацию нужно воспринимать всерьез. Нужно, скажем так, что-то отбирать, вот как будто бы истинно важное и ценное. Среди полученной вами информации очень много будет вот каких-то фейков, какой-то неправды, сплетни могут быть. И вот здесь нужно уметь, скажем так, определять, что истина, что нет. Ну, в принципе, вот этим вы и будете заниматься. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok